Друзья, всем привет! Вы на канале WorkWorld и сегодня я поделюсь с вами очень важной информацией, как принять участие в лотерее на получение грин-карты. В этом ролике вы также узнаете, как подать заявку, какие требования предъявляются к участникам розыгрыша и как заполнять анкету. Diversity Visa Lottery. Другими словами, это лотерея ВИЗ. Это иммиграционная программа США, позволяющая 55 тысячам человек, победителей и их семьям перебраться в США на постоянную основу и получить вид на жительство в Америке. Ну как, хотели бы вы получить вид на жительство? Тогда это видео для вас. Чекаем. Документ, дающий право на постоянное проживание в США, называют удостоверением постоянного резидента. Но из-за зеленого оттенка карты, ее в простонародье называют грин-карт. Прием заявок будет проходить с 7 октября по 10 ноября на сайте Госдепартамента США уже опубликованы правила подачи на грин-карту. Ссылка на эти правила будет в описании. А теперь, друзья, давайте перейдем к требованиям, которые США сделали для желающих получить грин-карту. И первое требование это то, что есть страны, которые допускаются, а есть страны, которые не допускаются. И что самое интересное, что страны, которые не допускаются, ну их там очень много в принципе, но туда входит Мексика, туда входит Канада и туда входит Южная Корея. То есть, если вы из этой страны, ну навряд ли, конечно, но допустим, вы гражданин этой страны, то вы автоматически не допускаетесь до розыгрыша грин-карты. А всех остальных, кто из стран СНГ, я вас поздравляю, русскоговорящие, мы все можем на этом этапе подавать заявку. Второе требование для участников лотереи это наличие полного среднего образования. Что это значит? Расскажу для стран СНГ. Это значит, что у вас должно быть закончено 11 классов. Если вы окончили 9 классов, то, к сожалению, вы не проходите, так скажем, отбор. Но хочу вас, ну немножко взбодрить. Если вы после 9 класса поступили в техникум, в колледж, закончили его, дальше пошли по своему направлению на какую-то профессию и уже там находитесь больше двух лет, то вы можете попробовать зайти на сайт американский, там специальный какой-то сайт. Это вам нужно гуглить, пробивать. В общем, там вбиваете вашу там вакансию, ищите среди перечня списков ваше направление, и если оно там есть, то вы можете подать на грин-карту. Если его там нет, то, к сожалению, вы не проходите. Все остальные, друзья, у кого 11 классов образования, welcome, пожалуйста, подавайте заявку. Третье требование это наличие действующего загранпаспорта. Если он сейчас у вас действующий, а через год, допустим, нет, то такой не подходит загранпаспорт. Потому что, когда придет розыгрыш, а у вас на момент розыгрыша, да, вы, допустим, победитель, а уже на момент розыгрыша у вас паспорт просрочился, соответственно, вам не дадут грин-карту на просроченный паспорт. Если вы придете с другим уже паспортом, соответственно, вам тоже не дадут грин-карту. Поэтому убедитесь, что вашему паспорту еще существовать больше года, потому что розыгрыш грин-карты будет там что-то 11 мая, короче, в мае будет розыгрыш, то есть в мае будет розыгрыш и только через, наверное, полгода вы сможете отправиться в Америку, наверное, там подготовка документов будет, потому что этот розыгрыш на 2022 год, вот, поэтому, смотрите, полтора года, что-то тянуть кота за хвост будут. Итак, друзья, давайте с вами начнем заполнять, и в первой графе мы с вами пишем фамилию, во второй графе пишем ваше имя, в третью графу мы пропускаем, ну, или просто отмечаем иконкой, а здесь выбираем, вы либо женщина, либо мужчина, я мэл, соответственно, смотрите, здесь очень осторожными будьте, сперва пишется месяц, затем день и затем год рождения. Здесь вы пишете в город, в котором вы родились, обязательно, конечно, указывайте это на английском языке, если не знаете, посмотрите в гугле, дальше вы выбираете страну, где родились, здесь, если вы из страны СНГ, просто ничего не делайте, пропускаете на галочке ЕС, дальше переходим к заполнению паспортных данных. Итак, друзья, здесь вы записываете вашу фамилию на английском языке, здесь ваше имя на английском языке, здесь мы пропускаем, потому что в Америке там с отчествами непонятно, ставим галочку. Здесь ваш номер паспорта записываете, с заграничного, здесь, обратите внимание, нужно указать дату окончания вашего паспорта, с первого месяца, потом день, потом год. Здесь мы выбираем с вами страну, которая выдавала вам паспорт, если это Украина, то Украину, если Россию, то Россия. В этой графе мы ничего не ставим, никакие галочки, никакие пометки, это в принципе не нужно здесь ставить. Идем дальше. Дальше загружаем фотографию. Я вам объяснял уже правила загрузки фотографии, какой она должна быть, поэтому все в соответствии с ГОСТом, так скажем. Загружаем фотографию. Я ее чуть-чуть обработал, не знаю, конечно, такое, знаете, рискованное, просто у меня там тень падала, и я немножко беленьким там выделил себя. Вот, ну думаю, все нормально будет, просто нет времени сейчас ехать и фотографироваться. Если у вас есть время, то лучше сфотографируйтесь. Смотрите, здесь мы записываем адрес, где вы фактически живете, куда вам будут отправлять какие-то документы, ну и вообще, в принципе, где вас можно будет найти фактический адрес, где вы живете. В этой строке пишем. Эту строку мы пропускаем. Дальше мы пишем ваш город, соответственно, какая улица и дом находилась в этом городе. Дальше область, а в этой строке мы выбираем с вами, ну, откуда этот город, так скажем. Вот. Мне это, конечно, опять-таки Россия. Ну и почта, вот там была почта, там, естественно, вы пишете почту своего региона, забыл вам сказать. У меня это 675-00. Здесь мы опять выбираем Россия. Если вы там находитесь сейчас в другой стране, можете выбрать другую страну, но лучше Россию. Здесь пишем номер телефона. Здесь ваш имейл пишем. Фактический. По идее, на вашу почту ничего не должно приходить. Никаких подтверждений и так далее. То есть, можете даже не гуглить. Возможно, что-то и будет приходить. Но сам факт получения грин-карты нужно проверять самостоятельно. Никто вам не будет писать, звонить на ваш номер телефона и говорить, там, вы выиграли, вы получите, там, придите, распишитесь. Двенадцатый пункт – это пункт о вашем образовании. И первая строка – это только начальное образование. Средняя школа без аттестата. Полное среднее образование с аттестатом. Среднее специальное образование. Законченное высшее. Законченное высшее. После вузовская степень магистра, аспирантура и ученая степень кандидата или доктора наук. Ну, у меня получается законченное высшее. Итак, идем дальше. Это пункт семейное положение. Первая строка – это холост, не замужем. Вторая. Женат, замужем, но супруг, супруга не является гражданином США, либо постоянными жителями страны. Третья. Женат, замужем, но супруга, супруг являются гражданином США. Четвертая. Это разведен, разведена. Пятая. Вдова, вдовец. И шестое – юридически подтвержденное раздельное проживание. Далее будет графа «Дети». Если у вас есть дети, то вы заново проходите всю колонку. Если нет детей, то пропускаете, как в моем случае. Итак, ну все, мы закончили, в принципе. После подачи заявки должен появиться регистрационный номер. Это означает, что ваша заявка успешно подана, и подавать еще одну заявку запрещено. Номер, который будет начинаться на 2022, нужно обязательно сохранить, так как с его помощью в мае 2021 года можно будет проверить результаты лотереи с помощью своего идентификационного номера. Итогом подачи заявления будет вот такое вот письмо, так скажем, где написано будет «Сексес», значит «Выполнено успешно». Здесь будет ваш номер идентификационный, а здесь фамилия и имя. Все. Затем этот номер вы должны скопировать и куда-то отложить, и в мае зайти на сайт американский, который там ссылки, все ссылки будут в описании, вбить этот номер, и все. Если вы выиграли, то вы собираете свои вещички и через годика пол летите в Америку. Но если не выиграли, то играем дальше. Ждем следующие розыгрыши. Ну и все, друзья. В принципе, не надо платить никакие деньги. Это все бесплатно. Это можно подать за буквально 5 минут. Главное, все правильно оформить. Так что, друзья, в принципе, пользуйтесь и улетайте из России, Украины, Белоруссии и так далее. Но на сегодня это все. Надеюсь, что я вам был полезен. Поставьте, пожалуйста, лайк этому ролику. Напишите комментарии. Что вы там подали, заявку нет? Ну и все, в принципе. Подписывайтесь на мой канал, потому что мой канал вещает всегда все самые интересные новости, особенно с мира работы за границей. Все, друзья, я вас жду в своих роликах. Пока! Подписывайтесь на мой канал. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok